Сегодня жители Ненинского округа приняли участие во Всероссийской образовательной акции. Они писали «Экономический диктант». Акция стартовала сразу на двух площадках – в Ненинском аграрно-экономическом техникуме и Центре развития образования. Акция проходит во всех регионах России. В Ненинском округе диктант пишут во второй раз. В этом году его тема «Сильная экономика, процветающая Россия». О том, как проходил диктант в Наринмаре, подробнее в нашем материале. Акция «Всероссийский экономический диктант» проходит в нашей стране с 2017 года. В этом году диктант писали на 1515 региональных площадках в 85 субъектах Российской Федерации, а также на 11 зарубежных площадках в четырех иностранных государствах. Наринмаре диктант писали на двух площадках – в Аграрно-экономическом техникуме и в Центре развития образования. Самой массовой стала площадка техникума. Здесь свои знания в области экономики проверили более 350 студентов и школьников, а также 50 взрослых человек. Для общего развития пригодится когда-нибудь в будущем какие-то знания определенные. Это интересно просто проверить свои знания, показать, насколько ты эрудированный. Я частенько принимаю участие в подобных тестах. Вопросы, на самом деле, не заурядные, то есть не каждый день ты с ними сталкиваешься. Развивает, развивает эрудицию. Как-то с экономикой связано ваше обучение. Ну да, на логистах получается. Все равно экономическое образование идет. Впрочем, экономическое образование для участия в диктанте совсем не обязательно условие. Участвовать в нем могут все желающие. При каком из перечисленных руководителей государства появились первые бумажные деньги? По условиям диктанта участники должны ответить на 20 вопросов. На эти цели им отводится астрономический час. По мнению преподавателя экономических дисциплин Мансура Мирзоева, больших сложностей возникнуть не должно. Я думаю, может, потому что в программе многих университетов есть экономические дисциплины, которые, в общем-то, позволяют ответить на все вопросы, которые есть в диктанте. Целью диктанта является повышение экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности населения страны в целом. Я думаю, что они справятся и они смогут проверить свои результаты. У них каждому присвоен код. По этому коду на сайте dictan.org они могут проверить, сколько баллов они набрали. То есть это все, они сейчас каждый закодирован. Мы не будем знать результаты. Они могут прямо на сайте потом посмотреть свои результаты по коду. Результаты теста будут известны через 2-3 недели. Экспертная комиссия сформирует аналитический отчет, в рамках которого определит уровень экономической грамотности населения. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин